Всем привет! Я проснулась, заварила себе крепкий чай. Сегодня сильно болит живот. Всю ночь болел живот. Это я компотику вчера попила. Два стакана себе позволила, и живот прямо здорово болит. Сегодня ничего не ем. Даже не смогла выпить свои каждодневные таблетки. Выпила вон только ножку. Ночью пила уголь. Очень разболелись кишки. Сегодня пью только крепкий чай. И ножку выпила. Две штучки. Ничего такого дома от отравлений нет. Бежать в магазин не хочется, потому что занимаюсь я огурцами. Привезла маму еще огурцов. Замачиваются они. Замачиваются огурцы. В холодной воде. Чищу я лук. Эту, как ее, чеснок. Приготовила все уксусом. Соль, песок, лавровый лист, лазико, семена горчицы. А еще надо этот перец горошком. Еще перец горошком не забыть бы. И этот уксус. Уксус я сказала. Вот буду заниматься. Так что заниматься собой некогда. Да, стерилизую еще банки. Сейчас вот поставила очередную. Надо будет завести мигудильник. Я где-то примерно двушки минут десять стерилизую. Вот так. Вот такой у меня фронт работы. Сейчас пока у меня огурцы замачиваются, я их на час замачиваю, я смотрю YouTube и пью крепкий чай. Походу сегодня я есть ничего не буду. А, Сема у меня кричит кушать просит. Я ему замораживаю грудку. Либо он вчера все слопал. Да? Сема? Ты слопал рыбу вчера все? Вот. Сегодня у него чуть-чуть осталось там рыбки. Прямо граммульку. Он уже не хочет. Ничего. Вот такие дела. Параллельно размораживаю это. Я хотела, чтобы она разморозилась сама, но он ждать не хочет. Пришлось в микроволновку поставить на быструю разморозку. Сейчас разморозится, быстренько на мою поставлю вариться. Грудку пулиную он любит. Закатала я две баночки огуречков. Под теплый одеялок их закутала. Вот. Теперь я занимаюсь ужином. Помыла, почистила камбалу. Вот. Сейчас я ее посолю. Хорошенечко. И посыплю специями для рыбы. Можно добавить еще лимончик. Сейчас я, наверное, сделаю это. С лимончиком. С лимончиком. Так вот. Вот. И с другой стороны я сделаю то же самое. Посолю. И посыплю специями. Положила еще лимончик. Хотела делать без муки. Но передумала. Наверное, я сделаю с мукой. Нагреваю я сковороду с маслом. Немножко тоже можно ее подсолить слегка. Так. На гарнир я варю картофель. Тоже не забыть его подсолить надо. Вот. Сейчас буду обваливать. Лимончики придется убрать. Пока. Сейчас буду обваливать. В муке. Три горстки муки приготовила. Обваливать буду в муке кусочки. Вот. И выкладывать их на разогретую сковородку с маслом. Вот. Выложила рыбку жарить. Вот. Говорю это погромче. Потому что она журчит. Шумит. Еще вытяжка. Вот. Сделала газ посильнее. Чтобы она у меня сразу зажарилась. Перевернула я. Давай, попустимся. Вот. Вот такая она у меня поджарилась. Все получилось. Я положила лимончики. Налила еще маслице. Вот. И сейчас она у меня поджарилась. С другой стороны чуть-чуть. Я ее закрыла крышкой. Вот. Надеюсь, вам что-то видно было. Так. Варится у меня картофель. Надо его подсадить уже пора. Вот. Так. Перемешиваю. Где-то половину столовой ложки кладу соли. Стараюсь сильно не солить. Чтобы все было как можно диетической, так скажем. Не соленый, не перченым. Делаю салат. У меня пару огурцов. Помидорки желтые, красные. И веточка петрушки. И сейчас еще почищу чесночок. Жирки отрезаем. И все пополам. Сделаем вот такими вот полосочками. Можно, если хотите, добавить и болгарский перчик. Сейчас посмотрим. Помидорка не совсем соспела. Ну, почти готова. Так вот. Сорта не знаю, потому что мама берет разные. Свекровь тоже разные берет семена. Какие-то есть у нее домашние даже. Вот. Никто название не запоминает. Каждый год сажают разные сорта. Вот так вот кубиками нарежу. Потому что салатник небольшой. Полосочками уже не местится. Не хочется перекладывать в другой. Ну и так всю я изрежу. Как ее помидорку. Сколько влезет у меня. И нашинкую зелень. Добавлю сейчас еще пару этих какого. Чесночина. Можно добавить побольше. Сколько хотите. Кто как любит. Вот так вот у меня получилось. Вкусные со сметаной, с маслом. Ну и кто любит с майонезом, конечно. Чеснок измельчаю. Ножом. Можно пропустить в пресс. Кому как нравится. Вот так вот я раз-раз. И в данке. Сделать что ли еще одну помидорку. Можно еще одну желтенькую сделать. Я почему-то очень люблю желтую помидорку. Не знаю почему. Она немножко как-то. Может быть разный сорта, конечно. Но она как-то посуше вроде. Не такая мясистая. Ну конечно это от сорта зависть. Я таким не могу. Потому что. Бывают такие крупные. Безумблярчики так скажем. Осталось только посолить и помазать. Муж придет. Спрошу чем помазать. И посолю в последний момент. Продолжение следует. Продолжение следует...